о дропнулась у еще какие-то штаны они как бы у меня получше но эти возьмем на продажу это получше я хотел до конца дайте смотреть что-то в конце пещеры поэтому я продолжаю фармить скорость активировалась эта скорость плюс тройская скорость каким они же суммируются все так и прикольно что пет быстро здоровье теряет у меня нету еще этого навыка который хилит его лапка такая белая нарисована на иконке должна быть нет у меня его нету нету вот пет 12 больше здоровья это уже круто 288 сейчас будет полегче 12 ловил пета по него уместить будут его больше армор теперь не так будет по 15 по 16 часов он получает будет полегче уже прокает так нормально скил заработала все нормально быстро это убили те кто никого как а там чувак какой-то ждет кого-то не знаю что он там ищет может быть там кто-то спавнится будет проверить а то чувак убьет его да и внизу не увижу как у чувака с него квест падает так там зеленка сейчас должна была быть но у меня не было место что же мне выкидывать вот в чем вопрос кожу выкину плюс один дух зеленка пошла уже зеленка дроп с этого начиная с 10 левелом обувь это нормально уже в зеленку дропают до 10 слабовато зеленкой так вот тут видите ящик какой-то там возможно налог или еще на кого-то есть квест или что-то такое или мы потом еще сюда вернемся я увидим вот видите что то тут есть ученик фанатик а вот есть чувак 14 левел а он поднимется наверх или как он побежит это что бак или что пет даже не может пройти к нему чтобы его убить надо спрыгнуть сюда что ли ну и как его убить то хорошо я спрыгнут короче вместе с петом опять не умеет сюда прыгать ну пет пожалуйста спрыгни ко мне блин пет сейчас убьют чего происходит чё за баги на это что пиратка что ли так должно быть внизу чувак это тоже по здесь должен стоять видимо кто-то и вот ну заключила кого-то и он там остался такого не должно быть я даже не знаю как действовать в идеале я хорошо я знаю как действовать убираем пиета спрыгиваем ставим там пиета потом спрыгиваем вниз и расстреливаю этого чувака но мы потом наверно не залутаем его или запрыгнуть можно сюда а можно запрыгнуть хорошо может быть лучший вариант даже не такой а лучший вариант безопаснее вот отсюда зачистить час мы тут все зачистим я его не подлечу он умрет мне надо будет вот так вот соло убивать этого чела у меня там оружие получше стало я смотрю я думаю добью ловушки скоро появится будет легче вот в таких ситуациях бутылка есть а мне не нужно буду я разобрался и без бутылки я ждем ману потому что есть что попить нет ничего что вот поэтому этот скилл я часто вкачиваю всегда вот тут чтобы он дешевле было и можно было дешевле резать петлю что часто все равно пет умирает он не настолько крутой конечно он не может впитать много урона я смотри с ним я попробую убить этого босса посмотрим что с него дропается он должен быть сверху мне кажется это какой-то глюк ну ладно и может быть так и в оригинале было не знаю но очень сложно для многих игроков будет первый раз вот так вот убивать многие вообще только играют вов первый день там первый раз к примеру да это же типа первая локация и они только идут в пещеру этот чувак и непонятно что он их они его не могут убить он их убивает ну короче сложно для них выглядит как баг так что за лук 33 у меня 37 чуть чуть хуже так мне надо как-то вот этого челика сюда вот пригнать давай пока я тогда я убьем этого я вот так убью я не буду пета туда отсылать шанс что он с того сагрит есть но теперь самое главное вопрос как мне его правильно убить все носить он сильно бьет 50 где-то магия видел бьет он хорошенько а так тут можно есть путь хорошо нормально никаких проблем я думал что надо будет его пулить еще чтобы он не застревал то как-то тут все нормально да прикольно что я убила многие реально не убивают его вот она ока пылающей тени слова из амулета плавно перетекают ваш разум газу газу докладывай о том что ты нашел в скале черепа уже стало известно готовься к нападению готовься к нападению говори газу говорили я позабочусь о том чтобы о твоем присутствии стало известно не рогненому клинку а он-то тебя не пощадит сниру тебе лучше не связываться газу с ты меня слышишь и не зря здесь был не зря зря здесь остался столько времени потерял теперь как бы убежать отсюда тут тогда хорошо хорошо приятно что нашел что тут есть дополнительная кость может быть тут еще что то есть я вот не уверена можно еще проверить что-нибудь что такое все хорошо что так выпал поиск который мне не нужен будь здоров бума будь здоров кстати демонов трудно убивать не какой-то армор большой их не пробить реально усредь как долго мы его убиваем а как быстро того чувака вот этих тоже быстро убиваешь вон смотрите как здоровье он уже мертв ну вот этих синюшников долго хотя вот этого нормально убили быстро бывает как-то не идет урон так проверяем кто у нас тут сундуки еще проверяю за на наличие наличие сундуков горное дело это уже пропускаю пропускаю горное дело потому что но мне реально некуда делать день ну использовать некуда девать эти реагенты сейчас места нету приходится их просто пропускать сорок три урона кстати стрелой свое мне нанес хороший урон хороший ну как быстро стреляет когда 30 процентов получает надо помочь там какой-то челик боится чё он убегает не могу понять прист мана закончилась а это вообще не прист это рога так мне надо вот это взять если уже выхожу и так близко но грех не взять не подбывать нету места что же выкинуть вот это трон ой хотел фон и писать а написал в общий чат все никого нет мне кажется так пойдем сдавать пойдем сдавать и бафнули еще пиета так что это за вопрос такой в к в колючем холме есть так пиета кормим ну что будет продолжение тут я не помню может и не будет а может будет я на самом деле вот туда всегда ходил вот в эту пещеру когда имеет задание давали они туда вместе с этим я щас умно сделал сразу два квеста сделали третье еще получил ну что он драмалик удалось тебя проникнуть скалу черепа принесла обжигающие ошейники отлично в этих ошейниках и таится секрет пылающего клинка я его раскрою так ну тут что сила ловкость но я взял бы меч двуручный его можно потом навык изучить и взять принесенные тобой обжигающие ошейники это мощные инструменты демонов и распознать их происхождение мне как шаману не под силу нужно чтобы на них взглянул чернокнижник отнести один обжигающий ошейник ниру огненному клинку он искусный чернокнижник но утверждает что использует свою силу лишь за тем чтобы вредить демонам а еще говорит что его оккультные исследования идут на пользу орде правда это или нет а его помощи нам еще может понадобиться в борьбе с последователем демонов дуротаре ниру можно найти в агримаре в расселении теней нету место все ой кто-то был только что только что было здесь рудо а я и я и я и и я и прямо из-под носа а нет это просто начать не загрузилась вот она появилась Я, кстати, не знаю, что это добываю Если я буду за Таурена все стартовые квесты делать Потом за анденов Там столько еще можно будет подбывать этой руды Я не знаю даже, куда ее давать Зато бэксмитинг можно будет вкачать Потом девать некуда будет Зато классно, что я здесь все сделал По сути, сейчас еще там, может, что-то дадут Один квест, а может, нет, сейчас посмотрим Может быть, уже все Мы видим сейчас Погнали Погнали, погнали 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 Ой, Xbox Game Pass Ultimate Дают еще 6 месяцев при подключении Дают еще 6 месяцев Спотифая Но это, я так понимаю, первый раз, когда включаешь Или всегда спотифая еще дают? Это прикольно У меня спотифая, я всегда плачу Я бы подключился, но там, наверное, переплата будет большая Ни за что, я же геймпасс особо не использую Что мне там делать? Можно, конечно, поиграть во что-то Наверное, геймпасс крутая тема, если там прям играть во все это И никогда не играл у него что, если там крутые игры М-м-м-м-м Так, секундочку Так Значит, значит, значит Идем вначале сюда, здесь два квеста, еще один у Трала Сейчас поговорим со всеми, посмотрим, что выполнено Может быть, есть какое-то продолжение, а может и нету Но одно продолжение точно в инсте должно быть здесь А что еще, сейчас увидим Наш великий вождь знает это Это я читал Так Ниру огненный клинок Мое почтение, охотница Чем я могу помочь тебе, сестра? О, откуда вот это у тебя, тебя Вот это у тебя, тебя прислал ко мне Славный Маргос из колючего холма, верно? А ну-ка, дай взглянуть Отдаем ему? Со времен последней Великой Войны Когда Пылающий Регион потерпел поражение Я ищу источники демонической порчи Что взаимодействует на общество орков И принесенный тобой ошейник подтверждает мои опасения Субтитры сделал DimaTorzok Так, продолжаем Он принадлежит Пылающему Клинку Культу, объединенному вокруг предмета Который наделен демонической силой Этот предмет называется Демоново Семя И находится он в степях На вершине Багрового Тумана Его необходимо уничтожить То есть продолжение в степях Отправляйся на дальнюю заставу На границе степей к западу И поговори с моим помощником Акзелом Акзелотом Он скажет тебе, что делать дальше Хорошо Куэй с продолжением Дальше Пылающие тени Ты хочешь рассказать мне о чем-то важном? По глазам вижу Даем ему око это Ниру разглядывает око пылающей тени Любопытно Так ты говоришь Голос упоминал мое имя? Я конечно известен Как непримиримый враг Противников нашего вождя Но все же странно Что голос назвал именно меня Тем более странно Что название секты у членов Которые ты нашла этот амлет Так похоже на мою фамилию Надо изучить эту подвеску Изучить и порассмыслить над тем Что значит это сообщение Спасибо, Андромалик Что сообщил мне об этом Ты оказала своему народу Серьезную услугу Да Ну а все ведет к тому Что вот этот чувак предатель Но это не факт Потому что Что-то я не помню Что он был предателем Он же тут еще и квесты дает В подземелье Если он предатель Значит его убьют Или еще что-то А он всегда здесь будет находиться Соответственно Что-то там будет другое Я такое не помню Но Посмотрим Узнаем Та-та-та А мы идем дальше В аллею мудрости Аллея мудрости А мы идем дальше трау тайные враги усвои это это новая орда а не какие-то лежащие ноги демоном армия без свободной воли ну что андромалик удалось тебе добыть знак отличия он необходим чтобы внедриться в организацию которая представляет собой самую опасную угрозу орде ты еще узнаешь насколько замысловатую сеть способны сплести как орки так и люди ведомые алчностью и жаждой власти тебе станут очевидны их козни и тайные помыслы ты обнаружишь что вокруг тебя идет война какая тебе и не снилось молодец андромалик слава духом быть может именно ты да кому суждено избавить меня от самых серьезных моих опасений ну кто бы мог подумать что столь юное существо как ты сумеет достойно защитить наше дело ты мне напоминаешь меня самого в молодости я позабочусь о том чтобы тебя достойно вознаградили за труды если мы оба переживем грядущую бурю ладно сейчас не время рассыпаться в похвалах то что тебе уже удалось совершить пустяки сравнению с тем что еще произ предстоит но начало положено хорошее так берем награду было бы мудро объяснить тебе как наши враги стараются спрятаться у нас под носом в первую очередь и прежде всего знай наш фраг совет теней какое бы задание я не дал тебе или против кого бы я не просил тебя действовать знай этот один простой факт внутри совета существуют многие культы но лишь для того чтобы спрятать его действия от глупцов такие глупцы как пылающий клинок не дремлющий аргус огненный меч и все они инструменты совета считая их одним и тем же ну ка посмотрим стоил ли стоил ли принесенный тобой знак отличие таких усилий в городе живет чернокнижник который уверен будто я ему полностью доверяю он и не подозревает что мне известно о его предательстве на самом деле он предводитель пылающего клинка однако не торопись ступать с ним в бой он нам еще нужен мы можем использовать его чтобы навредить нашим врагам отнеси ему этот знак отличие в расселину теней в агримаре тому чуваку что ли поговори с ним и проверь примет ли он тебя за одну из своих а потом возвращайся ко мне тут еще побегать туда-сюда на это я помню на самом деле это я помню кстати этот квест почему-то не показан а скорее всего потому что надо типа самому найти убедить ниру в своей преданности пылающему клинку да задание то уже почти не осталось одно задание в инст одно задание это уже у нас в степях по моему задание до и вот это задание и есть еще который я сделал это тоже там что-то надо поговорить вон короче вот так вот какие задания все почти сделано а это хорошо сейчас практически уже тринадцатый левел можно взять ой а где мой пед я испугался что я его это ну он убежал от меня и забыл покормить а он что-то исчез видимо когда я бежал там где-то он застрял или что наверное когда вот так вот я прыгал вниз да он где-то сверху остался исчез возможно я не думаю что сам по себе должен исчезать так нового это сюда походу говори свободно не р а еще одна из нас хорошо что наши ряды выполняются так быстро что я уже не запоминаю всех новичков этот дурак трал думать что я работаю не покладая рук да бабли обе 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 обелить чернокнижников и доказать что мы его верные слуги идиот сначала пылающий легион исчерпает весь его мир а потом сожрет его до основания этот так какая наивность пылающий клинок и есть совет теней под его правлением существует много культов и организации но все они лишь продолжение их воли хоть и я управляю пылающим клинком я всего лишь пешка в руках совета как ты в моих руках взгляни на огненный меч и большинство из них думают что становятся становятся могущественными чернокнижниками что они свергнут совет теней разве разве что кроме их вожаков сатира базолан базолана и чернокнижника джергоша потому что я посылаю к ним приспешников трала трал думает что я из искорения зло в недрах его великого города на самом деле я убиваю двух зайцев сразу искорения сподвижников трала и проверяют на прочность агентов пылающего клинка вот что я тебе скажу ты явно чего-то стоишь раз уж так быстро стала лейтенантом возможно если ты вернешься ко мне позже у меня будут особые поручения совет благоволит к тем кто искусен в тайной магии но ему нужны и другие специалисты все поговоря ну да действительно он предатель на самом деле я помню этот квест это это просто я не понял почему его оставили в живых почему здесь до сих пор оказывается его типа используют вот поэтому теперь я понял теперь я понял какие вот какими классами в пве мне очень нравится играть ну вот хантом пристом каким-нибудь неспешно там качаться ходить в инсты потом например шаманчика взять поиграть покачать паладинчик вот такими вот персонажами например рога не хочется особо тут играть урокой в пве не очень для пвп создан рога лог тоже самое что-то в пве логом играть не очень друид но он и там и там вроде но все равно в пвп больше прикольнее там флаг таскать он как бы такой а пристом прикольно в рейды там при прист востребованный хантом прикольно качаться поэтому это для качи в первую очередь а паладин шаман они просто в шаманную там тотем мне нравится ставить например всем помогать типа в рейде в пати это прикольно палатин он там тоже как бы но там меньше кнопок нажимать надо в первую очередь и прежде всего знаю наш враг совет синие какого задания не дал против цена так это и мы считали внутри средств существует многие культы так считаем вот это тайные враги великолепно охотница просто великолепно твое сегодняшнее деяние это всего лишь первый шаг более серьезным делам возможно это поможет нам уничтожить совет теней раз и навсегда перескажи мне все что он говорил и смотри не упусти ни слова какой-нибудь пустяк может оказаться важнее чем ты думаешь предводители пламени ищу клинка это серьезно если не иру ими дорожит значит именно их и нужно ликвидировать этот сатир база лан и тот второй который упоминал неру он кто чернокнижник их следует убить это внутри инстани возвращайся к в расселю на тени и проникни в огненную пропасть андромалек разыщи этих предводителей пламенеющего клинка и уби их но будь осторожен чтобы не иру не узнал что это твоих рук дело пусть по прежнему считает тебя одной из сестер по оружию и может быть потом его убивают так ну что все по ходу по ходу все здесь я все сделал все как надо все задания сделаны и я могу заканчивать так что вот так вот поиграл неплохо почти у нас уже тринадцатый левел можно на двенадцатом уже в инстите по хорошему но надо нажать вот сюда смотрите жмем здесь выбираем огненную пропасть и смотрим сколько всего задания должно быть так смотрим что у нас есть у нас есть тайные враги убить тварь значит испытание врага сила это стандарт блафи надо взять сила разрушения нужно взять в вандер сити вот это у нас это продолжение того тыщите огненную то есть два в тандерблафе квеста сюда и тайные враги и убить тварь у нас есть правильно да то есть надо по столицам погонять взять квесты либо с теми чуваками которые идут чтобы у них уже квесты были то есть пять квестов это реально много вот тут кстати прикольные штаны две ловкости 2 на 2 выносливость это хорошо дальше что тут еще есть кинжал одна ручка двуручка сила выносливость ну так ничего особо нету но вот штаны можно взять штаны запястье тоже возьму я даже на интеллект наверно возьму они на чтобы стрелять больше ну все значит отлично поиграл спасибо что смотрели вы тоже играете классная игра не обязательно играть на пвп серваках можно просто наслаждаться вот так вот как я на пве да тут мало людей но все равно кто-то появится тут ничего страшного в крайнем случае возможно можно будет трансфернуться на пве другой на пвп на пвп нельзя трансфериться а может и можно уже за деньги типа как сервис ну или на европу можно на другой пве сервер на европейский типа не на русский сделать трансфер играть с другими и там реально будет много игроков на европе все до новых встреч пока увидимся с вами был андер валик играйте в хорошие игры как в классик например пока а